Нарушений не происходит, но камера позволяет видеть не только регистрационный номер автомобиля, но и черты лица человека. Один из самых современных пунктов пропуска – привалка. Систему видеонаблюдения на литовской границе установили три года назад. Под камерой буквально все, и все, в том числе сами сотрудники погранперехода. Данная система включает более 300 видеокамер, которые могут проводить наблюдение как в режиме онлайн, так и в записи. Система, кстати, единая, но таможенники держат под прицелом машину в очереди, а пограничники больше внимания уделяют периметру. Помогает и специальная аудиосистема. Если человек подойдет к забору слишком близко, на видеостену автоматически выводятся все ближайшие камеры и подается звуковой сигнал. В первую центру сработала 11-я калитка, по камерам неизвестный. В данной системе реализована функция видеоаналитики, которая позволяет нам также отслеживать транспортные средства, которые двигаются по территории пункта пропуска с превышением допустимой скорости. Изучают видео, впрочем, не часто. Что-то утаить пытаются в машине. Там камера не поможет. Но громкие случаи обнародования записей были. Недавний в Александровке. Прорыв четко зафиксирован. И случай с Филиппом Киркоровым год назад. Напомним, с артистом якобы обошлись не по-королевски. Слишком долго проверяли документы, а грузовики с оборудованием и вовсе несколько часов не досмотрены. К жалобе приложено видео, но свое видение нашлось и у погранкомитета. Киркоров справился втрое быстрее, а фуры приехали не ночью, как говорит король, а днем. И оформили каждую за 10 минут. Мол, не забывайте, Филипп, что каждый метр перехода в поле зрения всевидящего ока. Камеры в каменном логе погасили скандал в шоу-бизнесе, а эти борются уже с пламенем настоящим. Высотным мониторингом в Столбцовском районе не хвастаются. Так, в лесничествах практически по всей стране. Но только здесь четыре камеры объединяет программа идентификации возгораний. То есть компьютер определяет, какие элементы в кадре похожи на дым или пламя, и, возможно, очаги отмечает на карте. Оператор проверяет и сигнализирует лесникам или пожарным. Есть и опции дополнительные. В кадр не раз попадали те, кто очень не хотел быть замеченным. Была ситуация, МВД к нам обращалась. Просмотреть по нашим камерам машину. Были номера, примерно район этой машины расположения. Ну, соответственно, мы попробовали, ну, помогли. Но все же чаще всего заметны камеры в городе. И речь не о фотофиксации, превышении скорости, хотя лихачей на дорогах благодаря им тоже становится меньше. В Минске к системе видеонаблюдения ГУВД подключено приблизительно 4000 видеокамер. Это на самом деле не так много, так называемых мертвых зон достаточно. Хотя основные проспекты, площади и места массового скопления людей однозначно под контролем. Но когда преступление попадает в кадр, идентифицировать преступника и найти его должен именно человек. Хотя в 21 веке часть работы может выполнить компьютерная видеоаналитика. Программа автоматически отсканирует лицо и сравнит его с теми фотографиями преступников, которые уже есть в базе и выдаст всю информацию. Имя, фамилия, место проживания и послужной список нарушителя. Тому останется либо ждать задержания, либо самому сдаваться милиции. И это обманчиво кажется фантастикой из шпионского фильма. Да, в основном операторам приходится вживую замечать ЧП или искать нужные кадры по запросу. Но такие программы не только существуют, но и уже применяются в Беларуси. Пределение номерных знаков, идентификация личности по биометрическим данным человека. Это все работает, но в конечном итоге решение принимает человек. Видеоаналитика, она может определить лицо человека, но с какой-то долей вероятности. Даже если будет высокая вероятность, 70%, то из 100 человек, 30 человек, аналитика покажет, что они совпали. И в конечном итоге должен человек принять решение. Поэтому для создания такой системы, чтобы она работала в полном объеме, необходимо службу создать, которая будет и заниматься этим. О создании такой службы говорили в понедельник на совещании во Дворце независимости. Основная идея — объединить видеокамеры пограничников, лесников, милиции и других структур в единую систему мониторинга общественной безопасности. Подобные системы действуют во многих государствах, где уже показали свою эффективность. Кроме того, это даст возможность высвободить значительное количество работников, ресурсов, занятых в соответствующих сферах. То есть оптимизировать структуры конкретных государственных органов, чем мы, кстати, в настоящее время активно занимаемся. Подобную систему, которая у нас существует, ее нужно не просто модернизировать, ее надо доводить, видимо, до кондиций современности, до современного уровня, чтобы мы могли получить в нее максимальную отдачу. Ссылаясь на эффективность таких систем в мире, президент, вероятно, говорил о Великобритании, стране, которая первой применила фототехнику для фиксации преступлений в 1913-м. И статус лидера Лондон не отдает. Там 20 лет назад впервые появилась система распознавания лиц. А сегодня в столице 600 тысяч камер. В стране в целом 4 миллиона. То есть на 10 британцев одна камера. Перебор возможно. Человек в течение дня оказывается примерно 300 раз зафиксирован камерами наблюдения. Люди все чаще думают, что они делают и что им грозит за это. Если вспомнить массовые беспорядки в Лондоне, поджоги, грабежи, погромы несколько лет назад, то, как мы знаем, что большая часть хулиганов была выловлена и отправлена за решетку именно по результатам опознания камер наблюдения в пострадавших районах. Преступники говорили, что их там не было и быть не могло. Но их никто не поймал за руку. Но бесстрастное свидетельство камер слежения было не опровергнуть. Все неверно будут думать, что дело лишь в количестве камер. Эффективный мониторинг – это еще и та самая видеоаналитика и согласованность действий операторов, следователей и нарядов полиции. Или милиции, если говорить о Беларуси. Где разгула преступности нет, но эффект от единой системы все равно будет. Это в разы увеличит возможности по обеспечению общественной безопасности, в том числе борьбы с преступностью, с терроризмом, с различными природными явлениями. Вово государство поручил дополнительно проработать ряд аспектов, связанных с практической реализацией этого проекта. В первую очередь, конечно же, это вопросы, связанные с выбором оператора. Оператор, то есть структура, которая аккумулирует видеопотоки, ключевой игрок новой системы. Единые глаза всех ведомств. Это будет либо государственная компания, либо надежный частник, готовый стать инвестором. Речь идет о сумме до 100 миллионов долларов. Министр отметил, что над проектом еще будут работать, но выглядеть это может так. Оператор с помощью видеоаналитики следит за всеми камерами, вне зависимости от ведомственной принадлежности. И если случается ЧП, не только замечает, но и определяет, кому передавать информацию. Например, в ГУВД и ГАИ или лесникам и спасателям. По большому счету, это межведомственная оперативно-дежурная часть. Следовательно, отпадает надобность в операторах, которые работают сейчас строго на свое министерство. Это та оптимизация, о которой говорил президент. Новость эту, как и в Британии, позитивно воспримут не все. Дескать, будут за всеми следить. Но, как и в Британии, почувствуют эффект, если вдруг украли сумку или угнали машину. Вспомните, мы ведь тут же сокрушаемся. Кажется, вокруг полно камер, а моя беда оказалась в мертвой зоне. К тому же, личное пространство, если оно не дома, а на улицах города, понятие относительное. А вот безопасность абсолютно. Игорь Тур, Надежда Заминовская, Дмитрий Лац, Андрей Чурахов. Контуры.